Приветствую вас, Михаил, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Во-первых, я пригласил бы вам отказаться немножечко от этой позиции, которую вы выбрали, да, что хотите вернуть семью, потому что семья это не то, что возвращают, как бы это вот не было, быть может, для вас неприятно, не получилось, да, но семья это не то, что возвращают. Семья это то, что либо есть, либо нет, как бы. Семья это в некоторой степени определенная связь между людьми, семья это в некоторой степени определенная близость-близость между людьми и семья это не то, что можно вернуть от, образно говоря, по щелчку пальцев. В первую очередь необходимо понять вам из-за чего супруга решила развести с вами. Что-то ей не нравится, что-то ей тяжело, что-то ее не устраивает, быть может. То есть вам необходимо понять, что конкретно ей не нравится, чтобы вернуть. Потому что такая позиция ваша, что сперва я унижаюсь, потом я, образно говоря, психую. Эта позиция, она не совсем стабильна. А женщина, если не чувствует стабильности к такому мужчине, она вряд ли будет тяготеть. Поэтому совершенно очевидно здесь, к сожалению, что вас метают страны в сторону, да, совершенно очевидно здесь, на мой взгляд, что вас бросают страны в сторону, что вы То в одну сторону, да, то в другую сторону, то есть то вы не понимаете, что вот то вы, наоборот, психуете и пытаетесь себя защитить. Вот это, от таких перекосов, перегибов. Себя надо бы позаправить, потому что это не то, что делает ваши отношения более качественными. Вот это не то, что помогает вашим отношениям. А слово совсем. Вам это не помогает вашим отношениям в принципе. То есть вести себя, вам вести себя, ну, необходимо, желательно. Максимально естественно, чтобы вам было, вот в своем состоянии, да, в своем положении, вот, чтобы вам было нормально. Знаете, чтобы вам было хорошо, чтобы вы не напрягали, вот. Ага, если так получается, что вы напряжены, вот. Если так выходит, если так получается, что вы напряжены, что вы не свободны в своем, вот, ну, состоянии в своем поведении по отношению к супруге, то ничего хорошего из этого в принципе получиться не может. Потому что вас будет метать из стороны в сторону, и жена не очень всем будет понимать, где вы настоящая, где вы пытаетесь ее, там, себе починить, например, и так далее. Да, как бы. То есть это вот, это вот то, что может довольно существенно мешать отношения. Дальше, конечно, момент немало важных заключается в том, что для возврата семьи, как вы говорите, да, для возврата семьи, требуются определенные действия, определенные поступки, определенная модель поведения, причем модель поведения, скорее всего, несколько измененная. То есть вести себя так, как раньше, вы уже не можете, потому что это, ну, это неэффективно. Вести себя так, как раньше, вы не можете, потому что это неэффективно. Соответственно, необходимо понять, насколько вы можете изменить свое поведение, насколько вы можете, вот, своей жене, допустим, давать то, что она хочет, да, то, что она хочет, вот так, чтобы при этом не напрягаться, чтобы при этом не чувствовать, что вы себя рвете, что вы себя ломаете, что вы себя, там, условно говоря, мучаете, да, вот. То есть, как бы, это очень важный, очень важный момент. А здесь, без этого момента, вряд ли можно будет что-то получить, ну, такое адекватное, вот. Это, вот, такая, такая сторона, такой аспект. Следующий, следующий аспект, на который нужно обратить ваше внимание, это то, что между вами общего с женой на сегодняшний момент осталось. Что между вами общего и как вы ее воспринимаете, ну, с супругу, я имею ввиду, как вы воспринимаете, как вы к ней относитесь, как вы ее видите, вот. А, нет ли у вас, у самого, трудностей, ну, каких-либо, я имею ввиду, о психологических трудностях, вот. Потому что, если он есть, вот, если он есть, психологические трудности, то вам это будет мешать. Если есть, например, что-то вроде, там, допустим, страхов, что-то вроде неуверенности, что-то вроде тревоги, что-то вроде ревности, допустим, допустим, да. Если вот что-то такое есть, то это может стать серьезной проблемой для ваших отношений, к сожалению. Поэтому это все необходимо тоже разобрать. вы пытаетесь манипулировать, пытаетесь показать своей жене, что вас нельзя использовать. и, в принципе, в принципе, в принципе, такая позиция, она, ну, она более чем приемлема. потому что ваша жена действительно может вами манипулировать и действительно может использовать вот то, что вы хотите себе вернуть, да. Образно говоря, там, ну, себе на пользу может использовать, да. Но вопрос здесь в цене. То есть вопрос именно заключается в цене. То есть мне кажется, что вы не очень хорошо понимаете, что стоит того, например, чтобы, там, образно говоря, для вашей жизни сделать, да, что не стоит. Мне кажется, мне кажется, что в этом может быть проблема. Вот. Опять же, нельзя запросить дать шанс, дать шанс, а вот, ну, как бы, дать шанс на школу находил, да. То есть, как бы, ну, нужно решать проблему, как бы. Ну, на мой взгляд, нужно решать проблему. Вот. И вы ничего не пишете по поводу этого. Именно по поводу решения проблем вы не пишете. Вы пишете больше по поводу каких-то бытовых историй, да. Но не по поводу того, что вы приходите, но по поводу, вот, конкретного решения. То есть, проблемы, за которые она с вами хотела развестись, вы ничего не пишете. А это необходимо выяснить и необходимо в этом разобраться, в том числе с вашей стороны, с вашим отношением к тому, что происходит. Ну, и очень важно допустить, что все-таки, что вы не делали, жена может, действительно, с вами развестись, но просто, потому что, как бывает, отношения заканчиваются, завершаются, это нормально, люди расходят, это нормально. Вот. Ага. Ну, вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.